Темная материя Это достаточно, неубедительно достаточно Мне хотелось понабирать побольше данных Про это сделать более фундаментальную И обзорную презентацию Значит здесь не будет никаких исторических обзоров Потому что меня никогда не интересовали Исторические обзоры Я буду рассказывать про то, что сейчас Наука думает про темную материю И не то, что она думала в 50-е года Чтобы немного быть с вами на одной волне Я так думаю, что Примерно все где-то про нее слышали Что-то немножко Когда-то про нее кто-то упоминал Обычно упоминают темную материю Как некую материю В космосе, а вещество в космосе Которое заставляет галактики Вращаться быстрее, чем они вращаются Чем мы бы Предсказывали, что они вращаются Но здесь, как всегда Приходит Проблема, что физики любят Называть вещами Из обыденной жизни Вещи не из обыденной жизни А потом люди Не физики Видят эти названия И, соответственно, думают, что это Что-то из обыденной жизни Поэтому слово, например, темное Оно исторически было верным А сейчас оно неверное Исторически, ну, потому что Первоначально темное назвали Потому что думали, что Первоначально у нас были только Обычные телескопы Все, что в космосе темное Мы это просто не видим Значит, звезды мы видим Потому что они излучают Планеты тогда Мы тоже не могли Не умели наблюдать За пределами Солнечной системы Поэтому все, что Например, тогда И газ мы не умели наблюдать За пределами Солнечной системы Это уже появилась После второй мировой войны Такая технология И поэтому первоначально темную материю призвали, предположили, что это материя, которая просто не излучает свет, а потом оказалось, что она не просто не излучает свет, она не излучает никакое электромагнитное излучение, она не только не излучает, она его еще и не поглощает, это значит, что она прозрачная. То есть это материя, которая вообще невидимая, прозрачная Но при этом, опять же, когда в обидной жизни нам кажется человек-невидимка То если человек-невидимка разбежится в стену, то в фильмах он ударится А вот темная материя, если сделать из нее какой-то объект и разогнать, и стукнуть в стену, она пройдет насквозь Потому что вообще-то свет и связи между нашей мулькулярной связью, тамарной связи Это эффекты одной природы, это все про электромагнитное излучение Темная материя не взаимодействует с электромагнитной Значит, она не взаимодействует ни с чем, ни с нашей материей, ни со светом, ни с чем И поэтому, если у вас есть объект, состоящий из темной материи, он просто насквозь пройдет всю планету Потому что он никак с ней не взаимодействует Вот про такие объекты мы сегодня будем говорить Я буду рассказывать, почему мы думаем, что такой материи в космосе есть Почему ее там очень много Я буду говорить про то, что не может быть темной материей И буду говорить про то, что может быть Какие объекты мы сейчас, какие феномены мы сейчас рассматриваем Как физическое сообщество, как основные кандидаты в темную материю Немножко про формат В принципе, если вопросы про то, что я непоносредственно сейчас рассказываю, можно задавать прямо сейчас Поднимайте руку, я спрошу Я там договорю фразу и спрошу этот вопрос Если вопрос будет про что-то другое, например, если вы спросите меня, не знаю, про темную энергию Перенесу на конец лекции, на секцию вопроса Потому что там, соответственно, надо давать некий развернутый ответ Окей Вообще, нас не должно удивлять то, что в космосе существует что-то, что мы не видим Все-таки мы эволюционировали как живые существа для планеты Земля Для того, чтобы жить под солнечным светом Под светом определенной звезды, определенного, так называемого, спектрального класса То есть мы видим ровно тот свет, который излучает звезда Наша Поэтому мы не видим ни в рентгене, ни в фракрасном диапазоне Если бы у нас был красный карлик, мы бы скорее все видели в фракрасном диапазоне И поэтому все, что излучает в фракрасном диапазоне, мы не видим Все, что излучает в рентгене, мы не видим Поэтому, в общем-то, ничего удивительного того, что мы что-то в космосе не видим Нет, Вселенная не была сделана для того, чтобы человек ее изучал Я этот вопрос не про то, что я сейчас говорю, а я про него ответил в течение лекции Окей, вот, нет Вопросы, пожалуйста, после лекции Не-не, можно? Ну давай, второй вопрос Если он опять не про то, что я говорю, больше вопросов не будет Мы видим свет Солнца? Да Немножечко не таким, потому что с орбитом она выглядит скорее Скорее, более белым И что? Это из-за того, что атмосфера изменяет свет Да, и что? Да, просто мы сказали, что ровно таким, как он, есть, но на самом деле нет Окей Принял к сведению, буду теперь об этом думать, оставшиеся 10 лет Вот, окей Не больше одного вопроса на 20 слайдов Потому что меня сбило Вот, окей Но удивительно, когда мы говорим про теную материю Про то вещество, которое находится во Вселенной Которое мы совершенно не видим Которое прозрачно Никак с вами не снимает Кроме гравитационного Удивительное человечество заключается в том Что мы зато понимаем, сколько ее точно Вот это такая вещь, которая поражает немножко воображение Если об этом подумать О том, насколько достигла наша современная наука Вот мы совершенно, здесь точные числа, вот здесь На этой диаграмме они как бы устаревшие Вот здесь более точные Вот, мы совершенно не знаем, что такое темная материя до сих пор У нас есть какие-то гипотезы Но зато мы очень хорошо понимаем, сколько его там Это вот от современного энергетического баланса Вселенной Вот от амарной материи, к которой мы привыкли Вот планеты, звезды, газ Это вот примерно 4.86 плюс-минус 0.10 процента Точность, которую мы понимаем, сколько во Вселенной материи Обычной Темной материи 25.89 плюс-минус 0.57 процента Вот это немножко совершенно контринтуитивно Когда мы можем говорить о чем-то очень точно Но при этом не знать, что это такое Это по занимаемому объему? По энергии В чем? По энергетическому балансу То есть потому что здесь еще есть темная энергия Которая как бы энергия вакуума Вот, которая как бы не занимает ничего Она просто равномерно распределена по всей Вселенной То есть как бы это не очень хорошо говорить по объему Все-таки темная материя сконцентрирована в галактиках Ее там значительно больше, чем в пустом пространстве Ее почти нет Вот, я имею в виду там между галактиками, да Как обычного вещества Поэтому, конечно, это не про плотность Это какая-то вот Все у средним Вот как бы вот все размазали по всей И вот это будет так Окей Значит, эта картинка, опять же, очень классная Она показывает, сколько всего мы знаем про Вселенную Что вот у нас энергии вакуума примерно 70% Потом у нас 25% примерно темной материи Про которой мы ничего не знаем Мы не знаем, с чего у нас стоит Кроме того, что она никак с нами не взаимодействует, кроме гравитации А вот то, что мы хорошо знаем, это примерно 5% Это вот звезды полпроцента 4% газа То есть тоже контур-ритритивно Но вообще-то даже обычные материи Во Вселенной Не в звездах В 8 раз больше, чем в звездах Хотя, как бы вот если мы посмотрим в телескоп обычный Мы увидим звезды Только звезды Этот газ, он не излучает в обычном спектре В котором мы наблюдаем Он излучает в инфракрасном диапазоне только И вот его можно наблюдать только инфракрасное В радиотелескопе Ну вот А тяжелые элементы, из которых состоит, например, наша планета Из которой состоим мы Для космологии все тяжелое Что тяжелее, там, не знаю, водорода Гелия Вот Это всего лишь 0-0,3% От общего энергетического баланса Ну хорошо Переходим к тем... Привет всем, кто опоздал Вот Значит, рассказываю... Сейчас я буду рассказывать Переходим к первой части моей лекции Буду рассказывать про то, почему мы думаем, что есть темная материя во Вселенной Я немножко рассказал про то, что Темная материя — это неправильный термин Она, в действительности, это прозрачная материя Не взаимодействие с электромагнитным Вот Сейчас я буду говорить про то, почему мы думаем, что там Потом я буду говорить про то, что не может быть темной материи А потом буду говорить про то, что может быть темной материи Вот Первое наблюдение, связанное с темной материей Возникло из так называемых кривых вращения галактик То есть Люди где-то там в первой половине сотов века научились Увидели первый раз галактики Еще Хаббл Вот А потом начали мерить их кривые То, как они вращаются Мы меряем то, как галактика вращается То есть вот у нас есть блин Галактика представляет из себя, в общем-то, в отличие от Солнечной системы, где масса в центре находится Наша звезда значительно массивней, чем все планеты вокруг Вот В галактике масса размазана, это просто такой блин вот И он вот так вот вращается Как-то Значит, в общем-то, законы Ньютона должны бы работать И мы можем посчитать, какой скоростью должен этот блин вращаться И тут мы понимаем, что наши расчеты сильно отличаются от реальности То есть периферия галактик вращается сильно быстрее, чем мы бы ожидали Зная ее массу Ну да То есть вообще, ну, ньютонская гравитация такая Мы знаем массу, мы можем рассчитать скорости Знаем, как бы, траектории Можно рассчитать скорости Посчитали, не подходит И вот тогда как раз пришла идея с темной материей Тогда мы не умели видеть газ Подумали, да, наверное, там просто облака газа на периферии Которые вот дают это вращаться, темные, неизлучающие Оказалось, в общем-то, что газы тоже не подходят Вот для тех, кто умеет в графике Вот даже здесь есть график Вот, значит, галактика Это то, что мы посчитали вначале Из звезд Мы видим звезды, можем прикинуть их массу И, зная их массу, можем прикинуть, с какой скоростью они должны вращаться Считаем, должно быть вот так Померили, оказалось, в два раза быстрее На периферии, да, в центре примерно так, как и есть Вот, а на периферии в два раза быстрее Подумали, да, наверное, там много газа После Второй мировой войны осталось много радарных талерок Их переделали в радиотелескопы Померили газ Получили вот эти синенькие точечки Померили газ, померили его массу Оценили его массу Оказалось, опять, что газ вращается куда-куда быстрее Чем мы бы ожидали по тому количеству, которое мы видим Поняли, что темная материя не является газом Это что-то другое То есть это не просто какой-то газ Мы видим газ, он не так вращается Это вот то, про что обычно говорят, когда темная материя Вот, когда говорят про темную материю Но вообще есть другие наблюдаемые космические То есть гипозиция существования темной материи Не строится только на вращении галактик Это исторически первая вещь Исторически про это И поэтому про это говорят Вообще мне это подвешивает Но многие лекции во многих областях устроены так Что лектор-то как бы идет за историческим обзором Потому, типа, что было сначала, что было потом Вот так открывали Но вообще это не всегда как бы разумно Рационально с точки зрения конечного пункта Но опять же я тоже начал вот с такого исторического обзора Но сейчас я прыгну вообще в современность И вот в современности мы понимаем, что есть много наблюдаемых Много вещей в космосе, которые мы видим И которые мы можем объяснить сейчас Только с темной материей И первая вещь это просто про то Про возраст Вселенной Про то, так называемая глобальная структура Вселенной То, как Вселенная устроена сейчас Вот, например, кубик Это компьютерное моделирование Такое называемое Millennium Simulation Project Это такой большой компьютерный кластер Который рассчитывает то, как развивалась Вселенная С Большого Взрыва до наших дней Вот они вот симулируют всю историю Вселенной И смотрят, какие структуры образуются Вот как раз результат этого моделирования Вот так вот Это вот, опять же, кубик 140 миллионов световых лет Значит, вот так выглядела Вселенная 100 миллионов после Большого Взрыва Она как бы теплая Ну, теплее, чем сейчас средняя температура Потому что она была меньше Когда Вселенная расширяется, она охлаждается Вот, и, соответственно, никаких галактик Вот здесь начинает формирование галактик Галактик, галактик И вот так мы видим сейчас Вот здесь вот каждая точечка — это галактика То есть какая-то огромная структура Возможно, на моей первой слайде Вы видели, там была как раз структура галактик Современной Вселенной примерно Вот так вот мы сейчас ее видим И проблема в том, что если вы в этом моделировании Вот отсюда до сюда прошло почти 14 миллиардов лет Значит, если вы в этом моделировании Не включаете темную материю А оставляете... Вот темная материя в 5 раз больше, чем обычная материя И она не взаимодействует электромагнитно Если вы вот в этом моделировании Вот в начальную эпоху Вселенной Засовываете только обычную материю Вот эти вот Вот эту вот 5% То вот это вы не получите За 14 миллиардов лет Вдруг оказывается, чтобы получить видимую Вселенную Которую мы наблюдаем сейчас Надо потратить в разы больше времени Сейчас не помню число Но даже не чуть-чуть А в несколько раз больше времени Чтобы она сформировалась То есть у нас появляется темная... Но если мы добавим в 5 раз больше материи Еще Которая не будет замазать электромагнит Оп! И мы получаем 14 миллиардов лет Вот те же... Вот данные о количестве темной материи Которые мы взяли вот отсюда Извращения галактик Если мы их поставим в начальный момент жизни Вселенной В наши расчеты И посчитаем Мы получаем ровно тот возраст Вселенной Который как бы есть у нас Из других астрономических данных Ну там, я не знаю, из микроволнового Из излучения Из красных смещений Вот этого всего-всего Вот И вот это прям Очень классный эффект Того, что когда-то Вы придумали какую-то вещь Чтобы объяснить один эффект А потом она начала объяснять Еще много-много других эффектов Это прям Знак хорошей физической модели Теперь попробую объяснить вам Почему этот эффект происходит Почему темная материя Оказывается такой Важной для формирования Галактических структур Вселенной Ну вот здесь нарисована Схема Примерная Давайте Представим Из чего Как Вселенная Выглядела Ну не знаю Вот например В первые тысячи лет После большого взрыва Температуры там были Ну я не знаю Честно говоря В первые тысячи лет Ну порядка Я не знаю Десятков Тысяч градусов Цельсия Может сотен Тысяч градусов Цельсия Вся Вселенная Наполнена веществом Горячей плазмой Вот как Солнце Вот представьте Что вся Вселенная Это просто одно Солнце Особенность горячей плазмы Что такое плазма Плазма это Отдельно летающие В данном случае Это были отдельно летающие Протоны Электроны Фотоны Нейтроны Вот эти все частицы Протоны и электроны Они как бы Притягиваются Но дело в том Что протоны и протоны Отталкиваются Электроны и электроны Отталкиваются Поэтому у вас не было И еще важная идея Что электромагнитное Взаимодействие Куда сильнее Гравитационного И поэтому Гравитация там вообще Не играла никакой роли Для обычной материи И как бы Вся Вселенная Была заполнена Плазмой равномерной Как вот Солнце Она примерно равномерная Как бы Вот И поэтому у вас Вселенная была заполнена Равномерным Иногда называем Там как бы Бульоном Условно Газом Плазмы Никаких Зародышей Галактик Зародыши галактик Начали появляться Только когда Плазма Остыла И превратилась В обычную материю Которая начала И гравитация Включилась в роль То есть у вас Была равномерный Бульон из протонов И электронов В какой-то момент Это остыло настолько Что электроны Попали на оболочки Протонов И получили водород Это есть водород Газ-водород Газ-водород нейтральный У вас Вся Вселенная Стала заполнена Водородом И немножко гелием И вот тут Начала работать Гравитация Которая начала Это все схлопывать В звезды В галактике И так далее Этот процесс Начался 380 тысяч После Большого взрыва И вот если бы Не было Вот Вот если такой процесс Начался в тот момент То мы бы с вами Ничего не наблюдали То что мы наблюдали Сейчас Потому что Вселенная Не успела Схлопнуться До галактических структур За 14 миллиардов лет А вот если мы Добавим темную материю Теперь вспомним Темная материя Не взаимодействует Электромагнитно Это значит Что когда Вся материя Была равномерно заполнена Темная материя Не взаимодействовала Электромагнитно Значит она уже Взаимодействовала Гравитационно И гравитация Темной материи Начала уже схлопывать И вот темная материя Начала схлопываться В объекты В галактические структуры Значительно раньше На сотни тысяч лет Раньше Чем обычная материя И когда обычная материя Такая А мы готовы Схлопнуться В галактике Темная материя Уже была там И она уже схлопывалась Она уже схлопнулась В галактике То есть она Она была как бы ядра ядрами вот это слопывание первоначального это значительно ускорило в несколько раз ускорила образование наших современных галактик вот такой вот такая такой например объяснение еще дополнительно вот я пытался объяснить почему темная материя важна в том числе для образования галактических структур ну вот да вот я вот поговорил про вращение галактик про современный вид вселенной вообще когда вы про это слышите то вы можете вот когда я про это первый раз услышал будучи студентом вы можете задаться вопросом а может быть темным вообще когда вот мы создаем новой теории мы стараемся избавиться от всего лишнего и тем и когда вот вы про это первый раз слышать вам кажется ну наверное вообще-то может быть вы что-то неправильно понимаете в гравитации зачем вам новая сущность которые которые невидимые какой-то не знаю рождение дополнительных ненужных сущностей вот мы всегда стараемся как бы следовать бритве окаймы и отсекать все лишнее вроде как бы возможно вы просто мы просто не понимаем гравитацию на галактических масштабах и вот наше непонимание гравитации вот реальная гравитация как будто бы возможно работать по-другому на галактических масштабах и тогда темная материя была бы не нужна вот как не знаю как как обычная механика не работает на масштабах атомного ядра вот обычно ньютонская механика вот в нашей жизни обычно она прекрасно работает поэтому но мата масштабах атомного ядра должны включать квантовую механику или например как опять же наша обычная механика работает в обычном масштабе но вот чтобы описывать объекты которые двигаются близко скоростью света нам нужна специальная теории относительности, нужна какая-то более объемлющая теория. Возможно, что есть некая более объемлющая теория гравитации, которая включалась бы на масштабах галактик. Понятно, что теорию гравитации мы проверяли в наших реалиях, в масштабах Солнечной системы, а на галактических масштабах мы ее не проверяли никогда до вот этих всех наблюдений. И я, в общем-то, когда первый раз вот так об этом услышал, я вот так и подумал, что может быть просто что-то не так совсем с нашей теорией гравитации. И действительно такие теории есть. У меня даже есть друг, который занимается, называется модифицированная ньютерновская механика МОНД. Вот это теории гравитации, которые бы объясняли темную материю. То есть про то, что гравитация как-то работает по-другому. Но у этих всех теорий есть большие проблемы с другими наблюдениями космическими, астрономическими, про которые я сейчас поговорю. Первое наблюдение, которое... Да, сначала мне надо рассказать, что такое... Ладно, перегнал. Сначала мне надо рассказать, что такое гравитационное линзирование. Кто слышал про гравитационное линзирование? Два человека слышало. Ладно, значит, я три человека. Я рассказываю про гравитационное линзирование. Значит, особенность света. Свет — это фотоны, безмассовые частицы, и они двигаются по кратчайшим пути. Всегда. Например, преломление света — это тоже как бы пример того, что свет движется по кратчайшим пути. Дело в том, что просто скорость движения света в среде меньше, чем скорость света в вакууме, скорость движения света в воздухе меньше, чем скорость света в воде. И поэтому вот здесь вот свет вот отсюда, сюда попадает вот по такой траектории. Преломление света. Не то, чтобы он такой сидит и думает, как бы мне побыстрее туда пробраться. Просто вот луч, который идет вот так, вот в этом направлении, он потом преломляется и движется вот в этом направлении. То есть луч, который достигает вот этой точки, он, если вы возьмете две точки из них, то свет отсюда попадает сюда, по такой траектории, которая кратчайшая. Вот. И, например, если вот человек хочет бить рыбу вот этим вот, как я забыл, острогой, вот, то ему, соответственно, надо бить в то место чуть впереди ее, потому что вот вода искажает. Или, например, тоже пример из этого. Например, представьте, что вы стоите на пляже, вы видите, что человек тонет. Если вы хотите его спасти, вы не побежите по прямой, потому что вы знаете, что плаваете вы медленнее, чем бежите. Вы побежите как можно дольше по пляжу, а потом по кратчайшему пути по воде. Свет, конечно, не думает, опять же, но вот, примерно, такая логика. Так вот, когда мы говорим про астрономические наблюдения, свет, в общем-то, опять же, двигается по кратчайшему пути. Общая теория относительности, гравитация, современная теория гравитации работает потому так, что энергия искажает пространство, материя искажает пространство и говорит ему, как искривляться, а искривленное пространство говорит материи, как двигаться. То есть, вот, например, Солнце искривляет, делает вот такую вот выемку, ну, так, искривляет пространство, И вот планеты, подобно тому, как если вы такнете шарик по воронке крутиться, они вот так вот крутятся по этому искривленному пространству. И соответственно, мы с вами тоже искривляем пространство, очень слабо, наша планета искривляет пространство куда сильнее, поэтому мы к ней притягиваемся, солнце искривляет еще сильнее. А когда у вас есть искривленное пространство, то вдруг у вас есть, если такая вот яма есть в пространстве искривленном То у вас вдруг с одной стороны ямы на другую сторону ямы, кратчайший путь будет вдруг уже не таким Он будет уже каким-то вот таким И эта штука называется гравитационным линзированием Когда у вас свет идет не по прямой, которая нам видится как прямая, а по кратчайшему пути к какому-то искривленному И вот как раз вот здесь это и изображено Если у нас есть вот какой-то светящийся объект здесь на прямой вот здесь И вот здесь вот находится Земля, которую мы видим И вот между ними находится некая галактика, искривляющая пространство То свет от этого объекта к нам будет идти не так, а вот так по кривым вокруг этого В идеальном случае, если все это находится на прямых Вот если вот есть объект, не знаю, одна галактика, вторая галактика, которая искривляет пространство и мы То вот эту дальнюю галактику мы будем видеть как кольцо Вот такое Потому что свет обошел со всех сторон И в принципе, эту штуку мы действительно видим Вот картинка с телескопа Хаббл Называется космическая подкова Как раз одна галактика, которая находится за другой галактикой То есть вот галактика так размазана вокруг Вокруг галактика, которая находится между ними То есть это вещь, которая была предсказана Искривление пространства было предсказано Энстейном А потом вот телескоп Хаббл начал фоткать такие объекты уже в реальности Да Еще важно, что так Потому Вообще, это еще классная вещь Потому что Это независимый способ измерять массу объекта Вот мы раньше мерили массу посветимости По тому, как это все светится А теперь мы еще можем померить массу этого галактики По тому, как она искривляет пространство По тому, как вот по форме того, как вот этот вот Вот это подкова выглядит Мы можем тоже посчитать Насколько искривляет пространство, значит посчитать массу Окей Вернемся к темной материи Значит, темная материя объясняет вращение галактики И современный вид Вселенной А еще она объясняет, например, такую вещь, как скопление галактик пуля По-английски называется bullet clusters И вот эта вещь, которая, в общем-то, убедила меня в существовании темной материи В том, что это не просто проблема с гравитацией Проблемы с нашим пониманием гравитации Это вот тоже снимок с одного из телескопов Который снимал в X-ray в рентгене, в общем-то И вот то, что здесь показано Значит, что здесь показано? Здесь по гравитационному линзированию Померили распределение массы Это вообще столкновение двух галактик Давайте, даже кластеров галактик Два кластера галактик вот так столкнулись Почти, да Я сейчас покажу видяшку, где показано, как они сталкиваются И вот на этой картинке просто светом подказано то, что Розовым показано то, что мы видим распределение газа в этих галактиках То, что мы видим с помощью инфракрасных телескопов То есть материя А синим показано распределение массы То, что мы видим через гравитационное линзирование И здесь мы как раз и видим, что как будто Вот здесь это показано отдельно Как будто два скопления галактик вот так столкнулись Обычная материя как-то противодействовала между собой Ну, вот, например, там газ между собой начал взаимодействовать Все-таки там огромные скорости А темная материя прошла насквозь друг к дружку И обычная материя замедлилась, а темная материя прошла насквозь Это именно то, что мы видим с помощью гравитационного линзирования Ну вот Как там на play нажать? Ага, пошло Вот опять же картинка Симулирование этого всего Это, конечно, не в телескопы Это вот то, что мы рассчитываем на компьютерах Синим показана темная материя А вот таким розово-красным показано распределение газа в галактике И вот наши симуляции с помощью компьютеров Очень, ну, в общем-то, правоподобно описывают этот процесс Тепная материя как купол не будет, а обычная материя как щупается за ней Ой, это скорее бы называл так Что вот у нас есть, я вижу Вот у нас есть в ядре материя в центре А вот так вот гала, вот это все Там вот периферия, там много темной материи Получается, что темная материя Как будто бы Если взаимодействовать, то взаимодействовать слабее Это хороший вопрос Давайте, вот я Когда я перейду Вообще, сегодня лекция достаточно сложная Еще и потому, что я сейчас говорю про астрономию Потом я буду говорить про астрономию, космологию А потом я еще переключусь на физику частиц Когда я перейду на физику частиц, там про это поговорю Вот И вот это А что ты перестал работать? У меня почему-то перестал кликер работать Не очень понимаю, почему А можете разобраться? Может батарейка села? Вот У меня сейчас есть про что поговорить Значит, вот это то, что меня перебидило В том, что реально материя А не просто проблемы с гравитацией А потом есть другие наблюдения, которые появились Вот буквально в последние десятилетия Дело в том, что если вы Если у вас проблемы с гравитацией То вы бы ожидали, что все галактики вращаются Одинаково не так А если у вас Если у вас там действительно какая-то материя То мы бы дали, что одни галактики вращаются чуть-чуть не так А другие сильно не так и так далее И в 15-м году нашли галактику, тусклую массивную галактику, которая на 99,99% среди темной материи Там супер мало звезд, но она супер быстро вращается И это представляет то, что это все-таки материя, а не просто какая-то проблема с вращением Ну а потом начали находить галактики Я вот так ссылаюсь на мой любимый сайт nplus1, который собирает много новостей по различным наукам Вот там была новость, это вот в декабре 2021 года Вот там предыдущие новости, это 2019 год, если я отсюда правильно вижу А потом начали находить галактики, которые вращаются правильно Которые вращаются так, как будто там темной материи нет Вот, и это опять же подтверждение того, что это реально какое-то вещество А не просто наши проблемы с уравнениями вращения Окей Я закончил Есть еще наблюдаемые космические, которые говорят о том, что есть темная материя Просто как бы мы сегодня достаточно ограничены во времени Я и так буду болтать там сейчас как минимум Вот, хочется про все немножко поговорить Есть еще наблюдаемые, например, связанные с космическим микроволновым излучением Вот, который тоже говорит о том, что должна быть темная материя, чтобы объяснить то, как оно выглядит Вот, но про него, соответственно, говорить не буду Теперь я переключаюсь про то, что не может быть темной материей Про то, что мы раньше думали, что оно может быть А сейчас, в общем-то, отмели Вот за уже, не знаю, почти столетие исследования этого объекта Первое, что не может быть, это так называемые массивные компактные объекты Гало Гало — это как раз вот типа оболочка Галактик Они по-английски еще называются мачо Это всякие объекты, которые просто слишком темные Ну, например, планеты Ну, например, какие-то очень, не знаю, там красные, коричневые даже карлики Вот звезды, которые супер тусклые Вот И объединение такое Что если бы мы Ну, давай, давайте вспомним просто такие факты Суммарная масса звезд Ее в 50 раз меньше, чем суммарная масса Чем темной материи Дальше вспомним Солнечную систему В Солнечной системе я сейчас забыл Сколько там, какое отношение масс Суммарной массы звезд Ой, фу, планет к звезде Какую-то очень маленькая Наша суммарная масса всех планет Как-то очень мало по сравнению со звездой Это говорит о том, что таких планет Вот если темная материя — это планеты Должно быть очень много То есть там, не знаю В Млечном пути там какие-то сотни миллиардов звезд Значит, таких планет должно быть как-то очень-очень много И если их было бы столько То мы бы их начинали видеть Через гравиационное линзирование Они бы периодически проходили между нами и другими звездами И мы бы это видели в телескопах Мы их не видим в таком количестве Особенно сейчас, когда мы уже начали открывать экзопланеты И мы, в общем-то, уже можем прикинуть, сколько планет там в космосе Мы видим, что планет недостаточно В общем-то, если и есть доля вот этих объектов мачо в темной материи То их там не больше 8%, меньше, чем 8% по данным на 2018 год Я смотрел обзор 2018 года Ну, в общем-то, я не думаю, что сильно что-то поменялось За последние 4 года Вот, они говорили, что если темная материя состоит из этих объектов темных То вот от всей темной материи такими объектами может быть не больше 8% Ну, в общем-то, что, скорее всего, еще меньше Другая вещь, про которую часто говорят и думали, что это и есть темная материя Немножко переходим к физике частиц Это называемая частица нейтрино Частица нейтрино — это частица, которая не взаимодействует электромагнитно с нами Которые имеют массу, была там Нобелевка Когда уже? Я уже забыл, лет 5 назад Вот, про как раз открытие исцелляции нейтрино Про то, что у них есть масса Объекты, которые прилетают через нас насквозь Там, я не знаю, через большой палец моей руки в секунду миллиарды нейтрино проносятся Они проносятся через всю Землю Отличный пример для темной материи Вроде бы Вот, например, чтобы поймать буквально штучный нейтрино Здесь представлен детектор суперкамяканда в Японии Это такая шахта, заполненная водой Здесь, в общем-то, на картинке двое людей есть Вот здесь на лодочке Вот И такой детектор, он может поймать только штучный нейтрино Вот из всех миллиардов, которые проходят в секунду через вот такой вот объем Эта штука может ловить только штуки Потому что так слабо оно взаимодействует с материей Оно взаимодействует не с помощью электромагнитного взаимодействия С помощью так называемого слабого взаимодействия Вот Это взаимодействие, которое ответственно за, например, радиоактивные распады Ну, в общем, вот так вот И вот такой объект, в общем-то, теоретически, наверное, хороший вариант для темной материи Но у него есть проблемы Он так слабо взаимодействует, что Вселенная стала для него прозрачна очень рано Значит, 400 тысяч лет после большого взрыва Они суперлегкие Мы, в общем, не знаем, сколько они весят Все еще Мы так до сих пор не смогли померить Мы только вот говорим, что меньше Мы понимаем, что у них есть масса Но пока все эксперименты говорят Меньше, чем столько, меньше, чем столько, меньше, чем столько Супермало Вот Проблема в том, что они не могут образовывать гала в галактиках То есть, вот смотрите, такой расчет Мы Когда Что означает, что Вселенная стала прозрачна для нейтрина Значит, что, как бы, нейтрина стала спокойно проходить сквозь Вселенную И она, как бы, отпочковалась Вот стали нейтрины отдельно, а Вселенная отдельно Но когда они были вместе Они постоянно стукивались друг от друга Там, где-то протоны с нейтрина, все дела И обменивались энергией И у них они находились в так называемом термодинамическом равновесии То есть, у них были одни и те же скорости Одни и те же энергии кинетические Вот в момент Мы можем это все посчитать И можем посчитать скорости нейтрина Когда они отпочковались от обычной материи Теперь мы расширяем Вселенную Когда Вселенная расширяется, все остывает Когда у вас объект расширяется У вас происходит остывание этого объекта Когда у вас частицы И, соответственно, если вы расширяете, не знаю, шарик с газом У вас газ остывает А остывание, как раз, означает понижение скоростей Потому что температура — это мера движения Мера кинетической энергии Значит, мера скорости молекул Если, вот, например, здесь жарко, а на улице холодно Это значит, что на улице просто молекулы двигаются медленнее Молекулы газа Вот мы можем посчитать, с какой скоростью Текущие частицы нейтрина двигаются сейчас Которые остались после большого взрыва И окажется, что они двигаются слишком быстро Чтобы находиться внутри галактик Вот у объекта есть там вот первая, вторая космическая скорость Вот это всего Скорость, которой должен быть объект Чтобы убежать за пределы притяжения Земли, Солнечной системы, галактики И вот оказывается, что этих нейтрино Скорости такие высокие Что они выше, чем скорости убегания от галактик И вот они не могут осесть вот в эти вот галлы Которые мы видим Они просто улетают из галактики И улетают в другие галактики И так далее То есть нейтрино не подходит нам Гипотезе Не подходит нам Потому что оно слишком быстрое Но при этом нейтрино все равно очень много Если вы помните вот эту картинку Я просто тогда про них не показывал Их 0,3% Их массы То есть массы звезд 0,5% от баланса Вселенной А нейтрино 0,3% То есть все равно эти частицы суммарно По массе, ну почти столько же, как всех звезд во Вселенной Вот, все равно их очень много Вот То, что про меня спрашивали Про черные дыры Наверное, одна из вещей, которые Которые как бы Из Обыденной нас физики Которые подходят на темную материю Все еще Это черные дыры Речь не вот про такие черные дыры Не про черные дыры, которые вы видели в фильме Интерстеллар Вот Там очень правильно изображена черная дыра Из физики, которая показана в Интерстеллеле То, что там показано правильно, это, наверное, черная дыра И почти больше ничего Вот Черная дыра там показана очень хорошо И, в общем-то, потом, как раз, когда мы сфоткали черную дыру Мы увидели, что она уже после Что действительно это было правильно Вот Речь про черные дыры, образовавшиеся Где-то в начальные моменты жизни Вселенной Гипотетические черные дыры Мы пока таких черных дыров вообще не находили То есть это все гипотезы И, в общем-то, у нас есть гипотезы Что в начальные моменты Вселенной Могли образовываться черные дыры Просто того, что у вас Вселенная суперплотная С супервысоких температур Там порядка, я не знаю, 10-20 градусов Цельсия То есть 20-20 Такие плотности И у вас эти плотности как-то флактуируют У вас эти плотности сильно искривляют пространство Потому что это огромные плотности материи Это материи куда плотнее, чем где-либо Что мы наблюдаем сейчас То есть Ну, за исключением, опять же, черных дыр Куда плотнее, чем в нейтронной звезде, например И вот так как это все немножко колеблется Она как будто может немножко колебнуться И образовать черную дыру Пока это все на уровне гипотезы Это все не проверено Но как будто бы да И как будто бы таким процессом Могут образовываться черные дыры любого размера Начиная от черной дыры размером вот такой Заканчивая черной дырой какой-то побольше Но надо понять, что черная дыра размером вот так Это черная дыра с размером несколько земных масс Вот поэтому как бы это тоже немаленькая вещь Но вот такой То есть вот это, например, картинка Истории Вселенной Вот мы сейчас здесь Вот галактики, звезды, вот это все А вот здесь был большой взрыв Который изображен совершенно неправильно Ну ладно Вот все, что отсюда нормально изображено И вот у нас, значит, Вселенной становится плотнее, плотнее, плотнее Вот здесь как раз плазма во Вселенной То есть вот отдельно ядра, отдельные электрончики Вот протоны, нейтроны и так далее Как будто бы где-то вот здесь такие черные дыры могли бы и образовываться Вот Но у такого У таких Вот эта картинка, которую я оставил сюда Она, кстати, показывает очень классно, как работает гравитационное линзирование Вот смотрите, у вас черная дыра проходит через Как мы ищем черные дыры в том числе Вот такие маленькие Мы ищем их по гравитационному линзированию Мы вот смотрим на какой-то свет от галактики далекой И смотрим, не начнется ли он в какой-то момент искажаться В общем, он не только искажается, он еще и вспышка происходит Он увеличит, потому что действительно штука, если смотреть на интенсивность Она работает как линза Вот, ну вот классная гифка Мы вернемся к черным дырам Во-первых, возможно, вы слышали, кто слышал про черные дыры Что Хокинг такой открыл, что черные дыры должны испаряться Есть такая вещь Что если на черную дыру не будет падать никакой объект В нее, то со временем она будет становиться все меньше И меньше, и меньше, и меньше, и в какой-то момент испарится Поэтому черные дыры, которые бы объясняли темную материю Должны быть достаточно большими, чтобы не испариться за 14 миллиардов лет То есть совсем маленький черный дыр не может быть То есть с точки зрения гравитации, да хоть размером с атомной игру Вот С одной стороны С другой стороны Они должны быть достаточно маленькими, чтобы мы их до сих пор не увидели Если у вас черная дыра размером, я не знаю, с планету Где-то летает по галактике Ну, у вас нет способа ее не увидеть, потому что она будет так искажать вокруг себя Вот, что, в общем, такие объекты вы должны бы уже видеть Да? Если черные дыры, например, размером полного солнца С проекции нет каких-то миллионов лет? Да Но если... У нее очень много энергии Да, все верно, все верно, я согласен Я говорю про черные дыры, которые супермаленькие Которые имеют размеры, там меньше атомного ядра Вот Плюсом, например, черные дыры не должны разваливать двойные звездные системы Ну, представьте, у вас есть двойная звездная система, вы их наблюдаете Потом туда залетела черная дыра А тройные системы, они, в общем-то, уже нестабильны И у вас двойные звездные системы должны временами схлопываться просто Потому что туда... Ну, просто такое ограничение Если у вас достаточно много черных дыр То черная дыра, залетевшая двойная система, должна ее схлопнуть Ну вот не слопываются они. Значит, таких черный дыр, которые бы могли слопывать, их тоже, либо их просто очень мало. Ну и много-много другое. Вот, например, вот здесь вот есть большой такой обзор на английском. В конце презентации я еще дам на него ссылку еще раз. Про то, вот, про текущее состояние. Дело с темной материей. И вот на момент, когда я сделал эту лекцию, первый раз ее сделал, это был... Это был какой-то год, начало пандемии. Да что-то у меня уже все в голове. 2020 год. Вот. Тогда мы исключили уже все черные дыры, любой массы, чтобы они... То есть, смотрите, мы сначала взяли, вот первым пунктом мы сказали, точно не черные дыры маленькой массы, супермаленькой. Потом сказали, точно не черные дыры супербольшой массы, потому что мы бы их увидели. Потом мы там повысекали еще разных размеров черных дыр. И остались, в общем-то, черные дыры размером... Массой с астероид. Это как раз черные дыры размером, там, не знаю, чуть меньше атома. Вот. То есть, про такие супермаленькие их сложно найти. Поэтому, в общем-то, мы их еще и не исключили. Значит, и вот в этот... То есть, черные дыры таких масс и размером с атомные ядра, они по-прежнему являются... Вот у меня есть более точные числа, показанные. Поэтому, если там кто-нибудь ко мне в комментариях на ютубе придет и скажет, а-а-а, на порядок ошибся. На слайде все правильно написано. Значит, вот такие мы еще не исключили. И, возможно, все-таки есть вероятность, что темная материя — это такие черные дыры. Но мы пока не можем это не провернуть, не подтвердить. И вот так вот этот слайд я сделал два года назад. Три года назад. А вот я как раз сегодня перед лекцией, я всегда перед лекциями стараюсь обновить то, что было в последнее время перед тем, как в прошлый раз я читал эту лекцию. Я вот нашел новую статью. Она вышла в конце... Она вот вышла, значит, 22-й год, апрель. Если я сейчас... Здесь плохое. Нет, февраль. 25-е февраля 22-го года. Еще бы я ее... Я вообще перестал следить за научными новостями после 24-го числа. И вот только недавно, как раз на другом мероприятии, готовил обзор науки за последние три месяца. Именно по этой причине. Потому что я перестал за ними следить. Вот 25-го числа вышла эта статья. И она как раз про то, что, в общем-то, возможно, это черные дыры. Но они вот не как... Раньше я говорил, что... Ну, давайте предположим, что они вот все маленькие. Давайте предположим, что они все большие. А они тут предположили, что давайте они разных масс и понемножку. Вот то есть вот всяких разных и понемножку. И, в общем-то, у них вроде как неплохо это получилось. Действительно, неплохо там все описывается. Я не смог за сегодня пробраться через эту статью, потому что она такая зубодоробительная. Надо вот отдельно... Я еще посижу. Несколько часов мне не хватило. Тех, которые у меня были. Вот. Но вроде как хорошо. В общем-то, действительно... И они действительно... И вот когда вы предлагаете новую гипотезу, то вы всегда должны сказать, типа, как она будет отличаться, существующие гипотезы. И они действительно приводят такие вещи, которые будут отличаться. И они даже говорят, что вот новый телескоп... Блин. Веб, который вот запустили, который вот только недавно картинки показывали, он, кстати, возможно, сможет отличить. Темные материи — это частицы элементарные, про которые я сейчас буду говорить. Вот прям вот следующие слайды. Или это черная дыра. То есть уже, возможно, он сможет нам вот это ответить. Но там есть еще несколько обсерваторий, которые запускаются сейчас в космос, готовятся, которые тоже смогут ответить на этот вопрос. Это очень классно с точки зрения статьи, с точки зрения, что мы, возможно, сможем наконец-то это отделить. А может, и не сможем. Окей. Черные дыры — значит, хорошо. Вот. Теперь... То есть я поговорил про то, что не может быть черными дырами. Вот черные дыры — это такая все еще на границе, по-прежнему темная материя может быть черными дырами. Вот. А теперь я буду говорить про то, что сейчас является мейнстримом в физике. Это про то, что темная материя — это какой-то новый тип частиц, про которые мы просто еще не знаем, которые вот не вписываются в так называемую стандартную модель лимитерных частиц, которая изображена вот здесь. Стандартная модель лимитерных частиц — это вот состоит из материи, из материи вот здесь, и сил. То есть вот у нас есть кварки. Вот, например, уиды-кварки — это частицы, из которых образуются протоны и нейтроны. Значит, потом здесь есть электроны. Вот эти нейтрины, про которые я говорил. Есть еще четыре типа кварков, два типа электронов, которые потяжелее, которые нестабильны и распадаются. Поэтому, в общем, вокруг нас их-то и нет особо. Вот это вещи, которые мы как раз на коллайдерах открыли. А есть взаимодействия, которыми это все обменивается, которыми они взаимодействуют. Это электромагнитное взаимодействие фотоны, это сильное взаимодействие глюоны. То есть вот любое взаимодействие физиками лимитерных частиц — это обмен частицами. Электромагнитное взаимодействие — это обмен фотонами. Притяжение, отталкивание — это обмен фотонами. Значит, кварки находятся внутри ядра, находятся внутри протонов и нейтронов, они обмениваются глюонами. вот этими частицами есть еще слабое взаимодействие как раз им взаимодействует не три нас нами из-за него происходят реактивные распады вот эта картинка тут это символизирует вот и это это взаимодействие переносится осуществляется путем обмена вот этими частицами w и z-базоном там их в общем-то даже три там w есть положительно заряженный вот есть еще гравитация но гравитация не входит стандартная модель гравитация это отдельно гравитация это про искривление пространства вот четыре фундаментальных взаимодействия которые известны человечеству на данный момент больше нам ничего не известно и все частицы которые нам известны на данный момент теперь я хочу углубиться еще больше физико-литарных частиц и рассказать про диаграммы феймана совсем как бы вот вот такие картинки которые вы видели когда-то надеюсь вот здесь вот показано как с точки диаграммы феймана объясняется например отталкивание одного электрона другим отталкивание одного электрона об другой электрон что-то электрону летят они взаимодействуют трамагнитно и оттолкнулись они оба нейтрально заряжать отрицательно заряженные вот так тут например вот показано распад очень мелко ссоре тут показано вот у вас мюн вот этот вот тяжелый электрон он здесь распадается на два нейтрина и электрон то есть как раз вот процесс распада через слабое взаимодействие там показано вот эта частица нарисована w а здесь два кварка обменялись глюоном то же самое вот два кварка внутри протона про взаимодействие они не поменяли это отдельно рассказывать про это я просто про цвета про цвета парков надо отдельно рассказывать за ней не входят в программу данной лекции вот как их читать вот на них на всех диаграммах феймана вот я вот самый простой здесь взял два электрона обменивают с фотоном там есть направление материи стрелочкой и вот там всегда есть стрелочки вот они и направление антиматерии эта стрелочка наоборот то есть когда вы видите такую штуку такую диаграмму вы всегда может на смотреть совершенно с разных сторон вот самый вот пока я говорю что это рассеяние двух электронов когда обменяется фотоном я смотрю на них снизу вот у вас электрон летит электрон летит обменялись фотон разлетелись до нас как такой антиматерия антиматерия опять же про антиматерию большую одну делекцию вот но если так базово то антиматерия это такая же материя как обычной материи за исключением того что у нее обратные заряды например анти частица к электрону это называют так называемый позитрон у него заряд плюс единицы электрон минус единицы у позитрона плюс единицы антипротон такой же протон просто заряд у него будет так он состоит из антикварков и заряд у меня быть минус единиц простон плюс единицы вот и когда они встречаются они не криги ru'ют если кто по встречает позитрона они не геляляются и срождают обычная фотон и подпозитрон встречает praton встречает антиproton аннигелирует я встречу антия аннигелирую вот позитрон встретит протон не негели р� аннигилируют только одинаковые типы честиц античизиц да да все верно все верно да был был комментарий про то что антия будет аннигилировать еще до меня но я я встретился с антия вакууме а там нету вакууме атомов давай все все я я все понял вот в идеальном вакууме хорошо антиятор не существует вот давайте посмотрим на эту картинку с разных сторон и я расскажу как ее читать вот опять же если мы смотрим и время направляем вот так важный день вот в чем что если вы смотрите на эту картинку со разных сторон то вы будете смотреть на разные физический процесс и заменить на нее вот так то это два электрон обменялись фотонами если смотреть на нее вот так то это уже позитрон 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 два позитрона менялись фотонами толкнулись есть вы смотрите вот так то это электрон встретился с позитроном аннигилировали ну и аннигилировали опять в электрон позитронную пару такой процесс тоже возможен они часто аннигилируют чего и будем мы на нем на нем на нем на нем нам в нем жить на этих электрон позитронные паре вот значит но что если темная материя это новый тип частиц вот давайте вот здесь я нарисовал 10 нарисовал значит я сейчас поговорю про два типа что там по времени вообще как я все это я уже час болтаю я еще минут десять поболтаю а потом закончим значит предположим что темная материя это вот есть два типа частиц которые мы обычно говорим как кандидата в темной материи вимпы и аксионы ну и сейчас я про них парсек поговорю во первых давайте поговорим про вимпы слабо взаимодействующие массивные частицы поэтому вимп weekly interacting massive particles значит слабо взаимодействующие специально для того чтобы они могли кластеризовываться в начале в начале жизни вселенной когда она была очень горячей и массивные чтобы они галактик не улетали как нейтрино ну в общем так такая штука значит вот я нарисовал фемиумскую диаграмму для взаимодействия вимпа с частицей стандартной модели вот здесь есть какая-то частица которые мы привыкли я не знаю там электрон что угодно кварк а вот здесь вимп и вот они как-то вот между собой взаимодействовали и предположим что есть некая пятое взаимодействие какой то не знаю какое но вот здесь нашу материю с темной материей это не гравитация есть такого взаимодействия нет то просим если земная материя никак не взаимодействовать нашей матери то мы просто никогда не найдем вот но давайте Предположим, что пока да И посмотрим на это с разных сторон Вот если мы посмотрим на это вот так То это как будто Есть обычные частицы материи Есть частицы темной материи Они как-то в расстановке находятся Вдруг они как-то Произвестировались с пятым взаимодействием И там как-то толкнулись, притянулись Что-то произошло Так, это в общем то же самое Только здесь античастицы Да, если темная материя Это частицы, то значит Есть античастицы темной материи Почему нет? Я и хотела это спросить Вот, значит Если посмотрим вот так То это как будто Аннигиляция обычной материи И рождение В никуда Представьте, что у вас есть Две частицы, а частицы античастицы Они аннигилировали, и вы ничего не увидели В результате их аннигиляции Например, вот такой процесс вы бы здесь и наблюдали Вы взяли Взяли частицу-античастицу А в конце получили частицу-античастицу Антиматерии Которую мы не видим А это наоборот Как будто бы частица темной материи Должна анниглировать частицами антиматерии И произвести обычные частицы Ну не знаю, если бы они прожидали, например, фотоны То мы могли бы видеть свет из ничего У вас просто там ничего не происходит А вы оттуда увидели фотоны и летают Такой процесс И вот сейчас я буду говорить про то, как эти ВИМП ищут Есть разные способы Например, прямое детектирование Ну, если частицы темной материи Это частицы Значит их в галактике много Значит они везде В том числе на Земле Подобные нейтрины Они должны проходить через нас Вокруг Солнца Должны скапливаться темные материи И так далее И вот в этой котловине Которая в пространстве Изгибается Землей И тоже должны скапливаться Вот Поэтому давайте просто построим Суперчистительный детектор И будем искать такие процессы Это вообще очень сложно Потому что у вас Вообще вокруг нас куча радиоактивных объектов Ну просто вот Мы живем в естественном радиационном фоне Который создает для этого детектора шумы Потому что это суперчистительный детектор Который, конечно, там просто постоянный шум от этой радиации Вот Поэтому его ставят куда-то глубоко под землю В шахту Вот Это его защищает от космических лучей Значит Но там по-прежнему есть нейтрины Которые он тоже ловит Которые тоже шумы И вот Они вот в этом всем шуме Пытаются найти что-то Что бы этим шумом не описывалось Таких детекторов много Вот я взял тут Список просто из Википедии Их реально много по всему миру И они пытаются что-то искать Вот Недавно как раз Пару лет Сколько тут Какой год-то 20-й год Действительно пару лет назад Детектор Ксенон 1Т Один из самых чувствительных в мире Объявил, что видит стороны сигнал В общем там В прессе поднялся шум А физики такие все очень скептичны К этому всему Ну потому что вот этот сигнал Который он видит Можно было Можно объяснить просто Неучтенным систематическим эффектом Вот например Если Вот он Он называется ксеноном Именно потому что Детектирующий объем Он сделан из ксенона Вот если на один На 10-25 атомов Сенона внутри Есть хотя бы примесь Одного Атома Трития Это достаточно Чтобы подойти этот шум Который он не видит То есть если вот чуть-чуть Не чистым его сделали Это просто какие-то огромные Частоту надо эксперимент Соблюдать Вот То вот это как раз эффект Который странный сигнал Могу бы объясниться Мы пока все еще не знаем Что за сигнал он видит Чтобы это проверить Надо просто построить Еще такой же детектор Независимо И проверить этот сигнал Еще не прошу Еще мало Я вот сегодня как раз тоже искал Не нашел Чтобы его кто-то пока проверил Вот Я думаю что это займет Еще несколько лет Но в общем физики Очень скептические Этому результату Вот пока есть такой Все остальные пока тоже Ничего не видят Непрямое детектирование Вот такое То есть предположим Что вимпы Аннигилируют Как это делается Давайте посмотрим Просто будем смотреть в космос Там есть какой-нибудь Массивный объект Я не знаю Звезда Какая-нибудь Не знаю Другая Более тяжелая звезда Как будто бы Около этой звезды Должно Опять же Потому что Она искаляет пространство Скапливаются частицы Темной материи Если скапливаются частицы Темной материи Должны скапливаться Частицы темной антиматерии Если они скапливаются Одном месте Они должны временами Аннигилировать Давайте будем смотреть На искажения На то, что Они во что-то Аннигилируют Электроны Тоже излучают Будем смотреть в космосе За такими объектами Опять же Есть такие эксперименты Они супер странные Супер разные Вот, например Детектор АМС Который находится На МКС Вот на МКС Есть такой Детектор частиц Работает Вот есть, например Детектор Айскюб Это реально Огромные Такие Грозди Детекторов Во льду Антарктиды На станции На Южном полюсе Вот Чтобы Айскюб Это от Кубического Квадра От кубического Километра То есть у него Детектирующий объем Не является Кубический километр Льда Вот здесь Эльфреда башня Вот Чтобы А вот это Размер детектора Детектирующих Вот этих Гроздей Которые Просверлены Вниз Подо льдом Ну а вот здесь Показана Картинка Станция Наверху На полярном На Южном полюсе Вот такая штука Ловит нейтрино Сверлили дырки Сверлили дырку До самого низа Вот на несколько километров Сверлят дырку А потом берут Так На тросе Опускают туда Гроздь детекторов И ну как бы закрывают А сверлят А тебе не надо Сверло в километрах А тебе надо Небольшое сверло Которое будет Просто на проводе Опускаться вниз Тебе нужен просто Провод длинный Ну трос На котором ты его вниз Спускаешь Вот по-другому Создание частиц Темной материи Вот так Давайте будем Сталкивать обычные частицы И искать темные материи Темные материи частиц Это то, что мы делаем На коллайдере Не конкретно я Но вообще На коллайдере Происходит много разных поисков Вот например Мы сталкиваем протоны Протоны Это вообще Очень сложная система Внутри Там много кварков Много глюонов Там в том числе Бывают антикварки Внутри находятся Короткое время Поэтому с кварками С антикварками Тоже сталкиваются У вас могут Происходить аннигиляции И мы просто будем Смотреть на частицы И искать Так называемую Missing energy Помните я вам рассказывал Что вот эта вот вещь Это как будто У вас что-то аннигилировало А ничего не вылетело В результате Будем искать Будем считать Закон о сохранении энергии Закон о сохранении импульса Для этого всего И искать то Когда это не выполняется И вот если Понятно, что там есть частицы Которые Например, если у вас Рождилась нейтрино То вы тоже его не увидите Но на нейтрино Мы понимаем Как работает Более-менее Поэтому мы на него Можем скорректировать Вот Ну вот ищем такую штуку Ищем, когда у нас что-то улетает А мы это не видим Пока не нашли ничего Вот Окей А теперь поговорим Про аксионы Вот это я говорил Про то, как ищут вимпы То есть такие вот Очень слабо Взаимодействующие Массивные частицы А теперь есть еще аксионы Это другие частицы Которые могли бы Которые кандидаты В темную материю Они прикольны тем Что первоначально Их придумали Не для того, чтобы Объяснить темную материю Их сначала придумали для того, чтобы Решить проблему С Ну вообще там С протонами и нейтронами В ядре Не буду про нее еще рассказывать А потом вдруг оказалось, что Что Они еще и могут быть Объяснить темную материю Те же самые частицы Их не нашли Ну просто вот Чтобы объяснить одну проблему Придумали частицы Чтобы ее объяснить Как было с бозоном Хиггс Ее же придумали Чтобы просто объяснить массу частиц Почему частицы массивные Придумали, нашли только там через 40 лет Или 50 Я что-то помню Вот А с аксионами То же самое, только их не нашли Вот Их придумали, чтобы Объяснить одну Решить одну проблему А потом оказалось, что они решают еще и другую Правда Это очень круто, когда в физике такое происходит Вот Но их пока не нашли Особенность Этих аксионов Что они легкие, но медленные Поэтому как бы галла создают Как и надо А еще В электромагнитном поле В сильном Они могут превращаться в фотоны Слезет аксион Сильное электромагнитное поле И превращается в нем В фотоны В свет И вот на этом Строятся поиски Аксионов Например, прикольный способ Это уже Уже закрытый проект Но вот он работал тоже в Церне Они взяли кусок магнита Большого дронного коллайдера Большой дронного коллайдера Это значит 27 километров Вот из таких магнитов И сделали с него телескоп Направили его на Солнце Идея такая В Солнце у вас создаются Фотоны, свет В Солнце огромное магнитное поле Ну и разные Соответственно, чем дальше, тем меньше Так вот Идея такая Что если у вас там Если аксионы реально существуют Смотрите, фотоны, которые идут от Солнца А, и вот этот процесс есть Который Аксионы превращаются в фотоны То должен идти обратный процесс Фотоны В аксионы Тогда у вас фотончики от Солнца В магнитном поле Солнца Должны превращаться в темную материю Потом вы делаете Телескоп из магнита Направить на Солнце В магните магнитное поле Аксионы залетают В телескоп И вращаются обратно в фотоны То есть вы как бы делаете телескоп Который с одной стороны Из магнита Который с одной стороны закрыт От света И смотрите Не появится ли у него свет Ну они ничего не нашли Вот Но как бы вот Прикольно с точки зрения Дизайна Есть Еще более прикольный С точки зрения дизайна Эксперимент Это так называемый Эксперимент по поиску света Lights shining through walls Эксперимент То есть Эксперимент по поиску света Света через стену И есть такая Давайте возьмем лазер Возьмем магнит Еще магнит и детектор И поставим между этим Всем стену Вот здесь как будто бы фотоны Должны бы иногда превращаться В аксионы В этом магните А в этом магните обратно И как будто мы должны Увидеть свет через стену Пока никто не увидел Но таких экспериментов много Я даже Я даже список здесь не перевел Потому что их очень много Вот Ну ладно Ну вообще Я закончил про поиск темной материи Про то, как мы ищем То есть мы действительно ее ищем И в космосе И под землей И в коллайдерах И вот даже В таких забавных экспериментах Как поиск света Через стену Пока в общем-то Ничего не нашли Но надо всегда помнить Что вообще-то темная материя Не обязана взаимодействовать С нами никак Кроме гравитации И возможно Темная материя Это реально новый тип частиц Но которую мы никогда не найдем Если она никак с нами не взаимодействует Ну вот так Но даже в таком случае Есть интересные следствия Того Как темная материя Может на нас влиять Как было вот Вначале сказано Что вообще темная материя Не обязана друг другу Взаимодействовать Видимо она сама с собой Взаимодействовать не сильно Но вообще темная материя Может друг другу Взаимодействовать по-разному И никто не сказал Что темная материя Это один тип частиц Возможно Что у вас темная материя Это класс частиц Целый Возможно Там есть класс Своих взаимодействий которые как-то не связаны. То есть у вас некий... В физике это даже называется темными долинами. То есть как будто возможно у вас есть некая независимая физика со своими взаимодействиями, которые происходят в этом темном кластере частиц, которые недоступны нашей материи, которая вот в нас окружает. И если у вас там есть разный тип частиц, то возможно у вас основная темная материя это какие-то легкие частицы, которые относительно легкие, которые образуют галла вокруг галактик, которые объясняют это вращение. Возможно, что у вас есть частицы темной материи, которые супертяжелые. Не просто тяжелые, а какие-то супертяжелые, которые сильно занимаются гравитационно. И вот как раз это была гипотеза Лиза Рэнгл, которая написала эту популярную книжку и ее с авторами про темную материю динозавров. Она заключалась в том, что если у вас есть такие частицы, то они должны образовывать такой вот диск. Вот галактика — это диск. Значит, условно легкая темная материя, она образует галла, а вот тяжелая темная материя, она образует диск в диске. То есть вот здесь диск галактики, а есть еще такой тоненький диск темной материи. Тяжелый. И тогда... Вообще у меня есть друг, который занимается темными звездами. Объекты вообще не имеют отношения к звездам, но он занимается кластерами темной материи, такими объектами, которые размером с астероид, которые бы как-то... Ну, как бы он теоретически ими занимается, придумывает, как можно такие объекты искать. Вот. Ну ладно. Вот представьте, у вас есть вот этот слой темной материи внутри галактики, а дело в том, что наша Земля, она вокруг галактики двигается, например, вот по такой траектории. Вот такой-такой синусоиде. Периодически пересекает... Ну, наша Солнечная система. И периодически пересекает этот диск. И как будто, когда она его должна пересекать, должны происходить некие гравитационные возмущения. И вот идея их была в том, что вот... Если у вас Солнечная система, звездная система переходит через такие гравитационные аномалии, то у вас как будто бы легкие объекты, как, например, кометы, они могут сходить с своих орбит. Ну, просто потому, что им, в общем-то, несложно соединить, они легкие, несложно сбить с орбиты. И вот как будто бы, когда умерли динозавры, наша планета, как раз, наша Солнечная система как раз проходила через вот этот срез, центральный срез галактики. Там, в общем-то, чтобы это все подтвердить, эту теорию, надо накопить данные по кратерам. Вообще, просто там, ну, на нашей Земле данные по кратерам собирать сложно, потому что, если атмосфера, эрозия это все убивает, то, например, если посмотреть на какую-нибудь планету без атмосферы, я не знаю, на Марс, и набрать данные по времени кратеров там внутри, то как будто можно будет эту гипотезу даже проверять и смотреть, нет ли у нас вот этой систематики крыляции между тем, как наша Солнечная система проходит через галактический вот этот центр и повышенным количеством кратеров там. Просто интересная такая, интересная связь вроде бы совершенно несвязанных объектов. Как часто она проходит? Я не помню, надо посмотреть. Ну, порядка миллиона, тысячи. Миллионы. Динамитично, а в тренде не забыли? Ну, не часто, не часто, не часто. Это все, все очень редко достаточно. Могим вымерить, когда оно пройдет? Я не знаю, от нас зависит. Вот. Ну, как заключение, наверное, хочется сказать, что вообще поиск темной материи сейчас напоминает вот каких-то переоткрывателей новых земель какого-то там, не знаю, 16-15 веков, когда вот вы просто плывете за горизонт и вы просто вы как бы предполагаете, что там есть земля. Вы ее можете никогда не достигнуть, а можете достигнуть. Ну, периодически мы просто видим, что мимо нас пропадет бревно или там чайка какая-нибудь. Вот. Это говорит нам о том, что, в общем-то, наверное, Земля там все-таки есть. Мы вот видим всякие знаки, знаки наблюдаемости, наблюдения в космосе, которые говорят, ну да, темная материя все-таки есть. Но когда мы ее достигнем, мы понятия не имеем. И вообще достигнем ли? Не так ли она находится далеко, что мы, ну, в данном случае, что как будто, возможно, просто никак с нами не взаимодействуют, тогда мы никак не сможем ее найти. Это, например, разница с тем, что было с поиском, не знаю, гравиационных волн или бозона Хиггса, когда мы были уверены, что вот оно там. Скалайдер строили, в общем-то, по-многому, чтобы открыть бозон Хиггса и сразу его нашли, потому что, в общем-то, мы более-менее понимали, что мы ищем. Здесь у нас огромный, огромный спектр возможностей того, что оно может быть, поэтому мы копаем во всех направлениях, так наука и работает. Кому-то, может быть, повезет, и кто-то ее где-то откроет. Все остальные тоже ищут, и тот, кто открыл, это будет скорее не про гения людей, которые открыли, а скорее про случайность, что, в общем-то, часто в науке, что мы копаем во все стороны, и кто-то один находит сам ответ. И также вот здесь какой-то корабль возможно достигнет новой земли. Что я использовал, когда готовил эту лекцию? Вот, например, есть краткий обзор истории современного состояния темной материи. На английском 16-й год, доступность неспециалисту, я бы сказал, там процентов 50, поменьше. Вот, если интересно почитать, можете почитать. Вот обзор по черным дырам 17-й год, доступность неспециалисту очень низкая. Я не знаю, но можете взглянуть. А вот есть вот Лиза Рэндалл про темные материи и динозавров. Я не читал. Я не читаю популярность. Меня часто спрашивают, что почитать про физику, неспециалисту. Я всегда очень в растерянности, потому что я не читаю книжки не для специалистов про физику. Вот, но отзывы на нее очень хорошие, поэтому я тут ее засунул как рекомендацию. Если у вас будут вопросы, потом еще появятся или там, не знаю, можете на меня подписаться там, не знаю, в ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, я везде к Андрею Серяков. Вообще, сейчас в последнее время я активен только в Твиттере, ой, в Твиттере, в Инстаграме, ну, по разным причинам. Вот, но при этом контент я разный делаю в этих разных местах. У меня еще есть паблик по физику высоких энергий ЦЕРН, ЦЕРНач, который сейчас, правда, заморожен по разным причинам, ну, потому что я его вел больше пяти лет, и мне это поднадоело, я ищу новых админов. Вот, но сейчас про ЦЕРН, например, в Инсте рассказываю, когда я в ЦЕРН там что-нибудь туда публикую. Спасибо, и надеюсь, вам понравилось, надеюсь, я вижу, что вы все дожили до конца, я очень рад, и время на вопросы. Я так понимаю, что в трансляции у нас там тоже могут быть вопросы, и вы... Если можно, то рассчитывали ли концентрацию в темной материи именно в нашей галактике? Значит, вопрос, рассчитывали ли концентрацию темной материи в галактике, в нашей Солнечной системе и так далее? Да, рассчитывали. Значит, вообще темная материя, как и обычная материя, в основном, концентрирована в галактиках, поэтому как раз можно сказать, что темная материя в нашей галактике, наша галактика в этом плане достаточно обычная, у нас в пять раз больше темной материи, чем обычной материи в галактике. А в солнечной системе это уже зависит от непосредственно модели темной материи, которую вы используете Как раз люди, которые пытаются ее найти, они это рассчитывают Вот, например, вот эти все подземные эксперименты, они это рассчитывают Я сейчас не берусь сказать, потому что как раз это немножко зависит уже от непосредственной частицы, которую вы воспринимаете как темную модель Если вы воспринимаете темную материю как черные дыры, то их как бы ноль Ну, у нас, как бы это уже какие-то более массивные объекты, которые как-то там где-то, где-то между, например, звездными системами движутся Хотя есть, например, гипотеза, что вот эту, какая она там, девятая планета, которая вот Что возможно, это вот, типа вот такая черная дыра Есть такая гипотеза, которую, в общем-то, не провергли, пока не найдут Вот Да, еще вопросы? Да Как будто бы из вакуума, предполагаем Нет, вакуум не ничего Надо понимать, что в современном представлении, что такое частица, например, электрон Это возмущение поля электронов То есть у нас есть вот поле Как электромагнитное любое Поле мы называем просто, физики называют полем просто что-то, что вот, что есть во всем пространстве Оно обычно невозмущенное То есть, ну вот, как отсутствие поля, да, ноль А когда оно возмущается, как вот электромагнитное поле становится не ноль, да, где-то Вот есть вот поле электронов, когда оно становится не ноль, это электрон То есть вот элементарные частицы, это возмущение поля Когда у вас, то есть вакуум, это вообще некий огромный набор полей внутри То есть вот в любой точке вакуума у вас находятся поля всех элементарных частиц Всех взаимодействий Они все, если у вас там реально частиц нет, то это все нулевое Ну вот, например, с исключением поля Хиггса Которое не нулевое везде, в этом его и особенность И поэтому оно и дает эту массу Вот, и когда у вас огромные плотности энергии, которые вот так вот Как будто бы у вас в вакууме, как раз эти поля-то и есть И вот они как раз могут порождать эти частицы Просто из-за вот огромных плотностей энергии Мы вообще, вот этот процесс порождения частиц при супервысоких энергиях Речь же, да, в начале моей вселенной Это все еще вот там, это еще связано, не знаю, с теорией инфляции Есть такая на первое мгновение вселенной Это все-таки вещь, которую мы еще не прощупали Мы пока не... Вот, то есть, когда вот как раз коллайдер Вот, например, Хокинг говорил, что коллайдер Это, типа, самое близкое, что у человечества есть к машине времени Он имел в виду то, что с помощью коллайдера мы можем прощупывать то, что было в начале В начальный момент жизни вселенной То есть, например, коллайдер На коллайдере... Ну, надо понимать, что материя, которая была во вселенной в тот момент Это та же самая материя, что есть сейчас Разница только просто в условиях, температуре и давлениях Вот, значит, коллайдер позволяет разогреть материю до 10-15 градусов Цельсия Вот в момент, когда оно столкнулось на коллайдере Там как раз вот такие огромные температуры, такие большие плотности И мы можем засмотреть, как будто бы можем посмотреть, какие условия были во вселенной В первую микросекунду после большого взрыва Вот это наш экспериментальный диапазон, откуда мы можем дощупать экспериментом До этого пока все еще есть нюансы Там есть модели, которые как-то различаются Не специалист немножко, чтобы туда ответить Но я могу сказать... То есть, если мы вообще говорим про то, до какого момента мы хорошо понимаем, что происходило во вселенной До первой микросекунды... То есть, после первой микросекунды До первой микросекунды пока все еще... Потому что все-таки физика — это экспериментальная наука Если у вас сказать теория, мы хотим ее проверять Поэтому, например, теория струн Мы как бы так очень скептически к ней относимся Потому что она непроверяема Принципиально с помощью наших текущих возможностей человечества Не будет проверяема в ближайшие, не знаю, сотню Больше сотни лет Вот, и поэтому как бы теории струн тоже очень-очень много разных И как бы вот не выбрать одну из них Поэтому там как бы есть моменты, которые мы еще нет Ну вот, просто надо понимать, что вакуум — это не пустое пространство Это что-то, наполненное чем-то, что может порождать частицы полями И мы даже это видим В обыденной жизни есть такие вещи, называемые флуктуации вакуума Когда у вас есть... Это наблюдается на эксперименте Если у вас есть пустое пространство, периодически из него будут рождаться частицы Пара частиц — это как раз флуктурация, например, электрон позитронов Это как раз флуктуация, просто вакуумная флуктуация электрон-позитронного поля вот этого То есть пустой вакуум все равно порождает частицы Эффект Казимира есть такой Или Квазимира? Что-то сейчас я забыл, как у него точно фамилия Вот, это как раз про это, можно погуглить Есть ли флуктуации поля темной материи вакууме? Вопрос был, есть ли флуктуации поля темной материи в вакууме Если темная материя — это частицы, да Понятно Значит, если темная материя — это частицы, значит, к ним должна применяться такая же квантовая механика, как к обычным частицам Вот, и да, конечно Вот Вам просто, тогда чтобы это детектировать, вам нужны как бы детекторы из темной материи в этом проблема Вот Ну то есть мы же эти эффекты выловили с помощью детекторов Как раз вот как эффект Казимира Вот То Да, там тоже нужно как-то мы это не так просто увидеть Еще вопросы? Можно, наверное, что-то из чата Так, да Первый вопрос Мы примерно понимаем, когда произошло произведение разных взаимодействий Когда делились квартии лептонов и так далее А на каком этапе должна была войти на темную материю из этих моделей? От моделей зависит Так, я, наверное, должен повторить Там был вопрос по поводу В тот момент, когда темная материя Взаимодействие с темной материей должно было отделиться от обычных Квартии лептонов Да, да, да Квартии лептонов Да, от кварков То есть когда, в какой момент темная материя должна была перестать взаимодействовать с обычной материей Ну, условно, да? В каком этапе? Да Где-то очень рано Вот это параметр модели Это параметр то, в какой момент это происходит Это непосредственно зависит от того, какая сила этого взаимодействия с этой материей Да? Если темная материя никак не взаимодействовала с нашей материей То, возможно, никогда Вот Этого вообще, возможно, они как бы существовали независимо Если там есть только гравитация, да? Если мы предполагаем, что никаких гравитонов нет А вот непосредственный момент, он зависит от того То есть когда я говорил ВИМПы Про ВИМПы Это речь про ВИМПы здесь, про эти частицы У ВИМПов есть разные параметры Вот давайте я покажу картинку, чтобы я просто понимал Чтобы других понимать, про что я говорю Вот про эту вот, да, вот про эту диаграмму речь Какой силы вот это взаимодействие То есть вот этот вопрос Когда частицы перестали взаимодействовать с темной материей В какой момент жизни Вселенной Он связан еще и вот с этим моментом Какой силы вот это взаимодействие Вот, и вот эта сила этого взаимодействия Это параметр В моделях темной материи Так же, как и масса вот этого вот Частиц темной материи И масса переносчика вот этого взаимодействия Это все параметры Нет ответа на этот вопрос И думаю, что не появится У нас есть ограничения на это, например, вот, да, то есть вот в самом начале у меня была картинка про образование крупной структуры Вселенной. Вот, давайте еще немножко. Вот это, да, то есть вот, например, видно, что для образования структуры Вселенной вот в тысячу лет после Большого взрыва это все уже должно быть не так. То есть темная материя уже должна была отделена от обычной материи. Ну вот, а здесь, например, показано, что как будто бы в первую секунду темная материя все еще взаимодействует с обычной материей, и как будто вот у них тут равновесие. Ну вот, как бы просто картинка. В действительности мы не знаем. Но понятно, что достаточно рано. Вот. Возможно, то есть, например, вот на коллайдере, если там действительно происходит рождение темной материи, которую мы ищем, как будто бы оно возможно только тогда, как это было, это бы означало, что в первую микросекунду после Большого взрыва Вселенная как бы для темной материи была непрозрачной. Я понимаю, что, возможно, вы сейчас имели в виду немножко другое даже. Я тут объяснил это все на более обывательском уровне. Вот. Тем не менее, это все параметры модели. Вот про все вот эти вот связи взаимодействия, это все параметры модели, и ответа нет. Видимо, очень рано, но когда, не знаем. Такой ответ. Хорошо. И второй вопрос. Какими научными методами определяли определение типов энергии во Вселенной? Соотношение темной энергии к темной материи и так далее? Это связано, это надо сейчас посмотреть, как там обсерватория Планка это точно делала. Если я правильно помню, посмотрите на Википедии про обсерваторию Планка, там очень большая статья, возможно, я на английском и читал, и там как раз про методики того, как они это все считали. Если я правильно помню, это все базируется от исследования... Это все не один анализ, это все как бы разные анализы, там разные независимо считаются. Вот. Но, например, отношение темной материи к обычной материи определяется через флуктуации в микроволновом излучении. То есть, вот это микроволновое излучение, которое появилось после большого взрыва, которым наполнено все пространство Вселенной, потому как оно неравномерно распределено в этом пространстве. Вот так. Я думаю, чтобы посмотреть конкретно методики, как это исследуется, надо посмотреть даже не Википедию, а в публикации. Вот. Если у вас достаточно образования, чтобы это все сделать, посмотрите. Если что, напишите мне где-нибудь. Я вам покидаю флуктуацию и подвечаю на вопросы более конкретно. Потому что сейчас, конечно, про это нет возможности, да и я, в общем-то, и не копал так глубоко в особенности анализа. Если мы говорим, что есть гипотеза о том, что темная материя черной дыры, причем крайне малых размеров, и есть гипотеза, что темная материя – это частицы, почему это не может оказаться, грубо говоря, одними тем? Крайне малых размеров черной дыры не могут называться частицами. Да, вопрос такой. Почему черные дыры и частицы не могут быть одним и тем же? Как два кандидата в темную материю. Ну, потому что принципиально, с точки зрения физики, это два разных объекта. Черные дыры – это такое сильное искривление пространства. Это так много энергии, скопленной в одном месте, что оттуда даже фотон не может вылететь. Настолько сильное искривленное пространство. А частица – это квантовый объект, это вот про возмущение какого-то поля, как электрон. То есть это очень разные принципиально объекты. Даже, не знаю, какое-нибудь сравнение привести. Это просто с точки зрения физики совершенно разные понятия. Возможно, это и то, и то. Вот что может быть. Вот такое возможно, что часть темной материи – это, например, черные дыры, а часть материи… Это как я когда говорил про мачо, про объекты. Я говорил, что вообще маленькая фракция темной материи действительно может быть какими-то одиноколетающими коричневыми карликами и так далее. Но какая-то небольшая фракция. Так же и здесь какая-то фракция темной материи может быть частицами, а какая-то может быть черными дырами. Еще вопрос? Тогда все. Спасибо большое. Надеюсь, всем понравилось. Приходите еще. Спасибо.